В Мариел все возможные государственные и муниципальные услуги предоставляются в цифровом видео. Об этом сообщил министр цифрового развития республики Венедикт Суворов. Тему развития электронных госуслуг обсудили на совещании регионального правительства. Среди других вопросов повестки дня было проведение капитального ремонта многоквартирных домов, борьба с лесными пожарами и патриотическое воспитание. Первый вопрос об основных направлениях цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления в республике Мариел. Доля социально значимых услуг, доступных в электронном виде до 2024 года, должна достичь уровня в 95%. В Мариел на сегодняшний день в цифровой форме предоставляются 87. Это 100% возможных услуг в республике. По работе в этом направлении, заверил министр цифрового развития региона Венедикт Суворов, наблюдается положительная динамика. Отставаний нет. Ответственные сотрудники профильных ведомств продолжают обучение. По киберучениям, значит, у нас запланировано, уже деньги запланированы, в бюджете есть, проведем эти киберучения. В прошлом году проводили. Первое место, кстати, Минфин занял, специалисты Минфина. Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Наталья Ашланова сообщила, что в этом году в республике завершён капремонт общего имущества в 65 многоквартирных домах. В целом приведут в порядок 71 дом общей площадью более 213 тысяч квадратных метров на сумму почти 567 миллионов рублей. Министр отметила, что до конца декабря все работы будут закончены. В двух домах города Волжска и Волжского района завершение работ также планируется до 20 декабря. В этих домах у нас изначально подрядные организации гражданами не были допущены в свои квартиры. При завершении уже работ граждане передумали и решили всё-таки инженерные сети в своих квартирах поменять, поэтому так долго продолжаются ещё работы. В городе Йошкар-Али один дом у нас по улице Свердлова, дом номер 36. Завершение работ планируется только 25 декабря. В правительстве подвели также итоги года в плане сохранения лесов от пожаров. С начала сезона в лесах Мариэл возникло 59 возгораний, и из них 52 были ликвидированы в первые сутки. Риск неконтролируемых природных пожаров повышается из-за заброшенных сельскохозяйственных земель, отметил министр природных ресурсов Алексей Киселёв. Практически в новом Ториале работали на пожаре. Там в полях есть участки, где берёза уже 16-18 сантиметров в диаметре. То есть фактически часть ландшафтных пожаров в скором времени абсолютно не будет отличаться от лесных пожаров. Участники совещания обсудили и тему образования, и патриотического воспитания. В Мариэл активно развивается движение первых, хотя в республике оно создано недавно, в начале этого года. Но всё больше и больше мальчишек и девчонок хотят стать участниками общероссийского движения детей и молодёжи, отметила министр образования и науки республики Лариса Ревудская. Сегодня открыто уже 269 первичных отделений. Из них 219 на базе школ, 22 на базе организаций дополнительного образования, 27 в организациях профессионального образования и одна в организациях-партнёрах. В частности, в фонде поддержки гражданских инициатив «Гражданин». К концу 2023 года планируется открытие ещё 106 первичных отделений, и сейчас идёт активная регистрация предполагаемых участников движения на платформе. Первичные отделения объединяются в местные отделения. Во всех муниципалитетах республики открыты местные отделения движения. Юрий Зайцев поручил развивать тему патриотического воспитания, отметив, что сегодня это особенно важно.